Большой блок вопросов на прошедшей сессии был посвящен изменениям в сфере образования. Часть из них вызвана необходимостью приведения регионального законодательства в соответствии с федеральным. Например, детям-сиротам теперь предоставляется право на получение второго бесплатного среднего профессионального образования. Во время обучения для детей-сирот сохраняется полное соцобеспечение и выплачивается социальная стипендия. Вторая причина поправок – эффективное и рациональное использование средств окружного бюджета. Так, например, компенсация оплаты за детский сад станет адресной. Об этом на сессии доложила руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа. Первые изменения касаются размера компенсации родительской платы за посещение ребёнком детского сада. Сегодня средняя плата за присмотр и уход в детских садах округа составляет 1600 рублей в месяц. Компенсация на первого ребёнка составляет 20%, на второго – 50%, на третьего – 70%. По словам Галины Медведевой, эта мера социальной поддержки сохранится, но не для всех. Получение льготы будет происходить с учётом адресности и нуждаемости. В целях обеспечения адресности и оказания материальной поддержки данной категории граждан предлагается установить критерий среднедушевой доход семьи, который не превышает однократной величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном округе в расчёте на душу населения. Также на сессии депутаты одобрили поправки в части оплаты труда педагогических работников. Теперь надбавка молодым специалистам в течение первых трёх лет в размере 30% и отличникам педагогического труда в размере 40% от оклада, а также надбавка за педагогический стаж, будут учитываться в стимулирующей части заработной платы. То, что касается 30-40% для молодых специалистов и выплаты тем, у кого есть стаж, то есть получается всё равно эта выплата гарантирована в рамках фонда оплаты труда, но скорее всего, наверное, она будет находиться в стимулирующих выплатах. Сегодня для руководителей образовательных учреждений нет обязательного законодательного права устанавливать именно норму 40-30-20%. Исходя из фондов оплаты труда, они могут определять сегодня, во-первых, какой оклад, затем у них и стимулирующих есть, сколько идёт на первую и высшую категорию за категорийность, и дальше они определяют. Поэтому мы и ставим, что должна быть гарантия до 40, то есть до этого предела. Дальше они устанавливают сами внутри за стаж. То есть на территории округа она будет сохранена? Да. Третье изменение касается дополнительного образования. Объёмы бюджетного финансирования учреждений сокращаются, а это значит, что спортивные секции, кружки и иные виды доп. образования станут платными, но лишь частично. На плечи родителей ляжет 20% стоимости услуги, львиную долю – 80% – будет оплачивать окружной бюджет. Предлагаем размер освобождения от платы за услуги для родителей, законных представителей, обучающихся, составить 80% от размера платы, установленного по глузаданию. Указанную норму предлагаем ввести в действие с 1 января 2017 года. Несмотря на сложное финансовое положение в округе, горячее питание в образовательных учреждениях в этом году решено оставить в прежнем виде. По словам зампредседателя собрания депутатов Татьяны Бадьян, работа над законом об образовании будет продолжена в следующем году. Очень бы хотелось, чтобы здесь было грамотно, содержательно оформлено предложение, прежде всего, педагогического сообщества. На сегодняшний день этот закон находился на общественном обсуждении до 29 октября. К сожалению, вот таких вот массовых, каких-то официально разобранных ситуаций на педагогических советах, мнение совета руководителей в собрание депутатов не поступило. Но образование, еще раз говорю, это отрасль, которая ежедневно меняется. Поэтому закон образования в том виде, который отработал депутатский корпус, нам необходимо принять. Все изменения, касающиеся сферы образования, были приняты депутатами во втором окончательном чтении.